Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Сегодня у нас финал, ребята. Очень важный и ответственный момент. Финальная игра. Буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем на этот раз в стране безопасности. Хотя, знаете, я особо не переживаю, потому что вы показали себя очень достойными соперниками. Ребята, все предыдущие дни мы с вами говорили о правилах поведения при пожаре в разных местах. Дома, у соседей, на лестничной площадке, в подвале. А сегодня мы с вами поговорим о том, как нужно вести себя, чтобы сохранялось спокойствие, чтобы не возникала паника. Об этом чуть-чуть позже. А сейчас у меня есть для вас вопрос. Скажите, пожалуйста, какие эмоции может испытывать человек? Подскажу вам первое слово. Например, радость – это эмоции. Думайте, за каждую эмоцию я вам дам по фишке. Печаль. Печаль. Так, дальше. Дашенька, очередь твоя. Давайте так, чтобы будем методом. Радоваться. Радость – это я уже сказала другую эмоцию. Давай. Ты пока думай, Ярослав. Гнев. Гнев. Правильно, это тоже эмоция, которую человек испытывает. Дашуль, что-нибудь пришло на ум? Думай. Ярослав, еще что-нибудь. Страх. Страх, да, это тоже действительно эмоции. Так, считай до трех. Если не поступают новые эмоции, я закрываю шашталку. Один. Два. Три. Итак, ребята, назвали. Достаточно вы эмоции назвали. Ребята, я вам сейчас загадаю две загадки. Отгадки на них уже есть на стенде. Но у нас маленькая проблемка. Буквы в этих словах перепутаны. Поэтому вам нужно поставить все на свои места, чтобы получилось правильное слово «отгадка». Итак, слышим первую загадку. Можете уже подойти каждый к своему стенду. Итак, ребята, поскольку сегодня финальная игра, поэтому ответы правильные будут стоить дороже обычного. Каждый правильный ответ – три фишки. Плюс одна фишка тому, кто справится быстрее соперника. Итак, слушаем первую загадку. Если горько на душе шлепнулся, впилась заноза, не из носа и ушей, а из глаз польются... Что польется, если заноза впилась на душе горько? Я уже готов. Ярослав справился. Дашуль, о чем идет речь? Слезы. Слезы. Правильно, переставляй. Переставляй. Так, Изя, в этом случае, пожалуй, Ярослав справился быстро, справился правильно, поэтому получаешь четыре фишки. А Даша с моей помощью догадалась, поэтому Даше я дам две фишки. Договорились? Фишки я вам сейчас положу. Так, Ярославу четыре. Вот они. И Даше две. Вот одна была уже в этих пробочках, вот еще одна. Итак, вторая загадка. Рты растянулись до ушей, в глазах добра со сбытком. Что вижу я у малышей на личиках? Когда рты растягиваются до ушей, а в глазах много добра. Детки, что делают в этот момент? Что можно увидеть на лице ребенка? Ай да молодец, Даша молодец. Ярослава, ну-ка прочитай-ка свое слово. Вот так, вот теперь отлично. Итак, справились вдвоем? Верно, это действительно улыбка. Даша была быстрее, поэтому ей четыре фишки, Ярославу три. Присаживайтесь на свои места. Четыре. И Ярославу три. Держи. Молодцы, ребят. Итак, первый конкурс. Сколько фишек у вас? А ну-ка посчитайте. Дашу три, шесть или семь. Ну-ну-ну, кто быстрее? Шесть. Шесть. Так, Даша шесть, Ярослава. Двенадцать. Итак, у Даши шесть, у Ярослава двенадцать. Видишь, как эмоции вытянули Ярослава. За каждую эмоцию по фишке получилось в итоге много. Так, хорошо, ребята, отлично справились. Ну что ж, сейчас время встречи с нашей хорошей знакомой, экспертом по пожарной безопасности, Марии Александровной. Она уже с нами вышла на связь. Ребята, привет. Привет. Мы с вами уже успели познакомиться. Я очень рада нашей новой встрече. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Но для начала я хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, что чувствует и как обычно ведет себя человек, если он стал свидетелем пожара или оказался в его центре? Я думаю, что вот сначала, когда первый раз пожар, то он как бы немножко, ну, беспокоится нервно, как бы так, ну... Конечно, переживает, несомненно. Переживает. Да. Даша, ты как думаешь? Я тоже так думаю. Ребята, сотрудникам МЧС, к сожалению, очень часто приходится сталкиваться с пожарами. И я скажу вам по своему опыту, что обычно человек в таких ситуациях сильно пугается и начинает действовать быстро, необдуманно. Кричать, бегать, размахивать руками, одним словом, паниковать. Это понятно, потому что страх – это естественная реакция человека при появлении угрозы для жизни. С другой стороны, действуя таким образом, можно сделать только хуже и себе, и окружающим. Запомните, в любой неожиданной ситуации нельзя поддаваться эмоциям и страху. Действуйте обдуманно и решительно. Простые правила при пожаре вы уже знаете наизусть. Надо сообщить взрослым и звонить по телефону 101 или 112. И главное – сохраняйте спокойствие. Только так вы справитесь с любой ситуацией на своем жизненном пути. А на сегодня это все. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, это еще не все испытания, которые я приготовила для вас сегодня. Осталось у нас впереди последний конкурс, последние испытания на сегодня. И оно и решит, кто станет победителем в нашей игре. Тому из вас, кто внимательно слушал эксперта по пожарной безопасности, тетю Машу, будет намного легче ответить на мои вопросы. Вопросы будут очень серьезные, поэтому каждый правильный ответ будет стоить три фишки. Если же вас дополняет соперник, то две из этих трех фишек переходят в его копилочку. Итак, я предлагаю начать. Кто первый будет отвечать на мой вопрос? Ярослав, как мужчина. Хорошо. Первый вопрос тогда тебе. Слушай внимательно. Чего ни в коем случае нельзя делать, если пожар случился на лестничной клетке? Нельзя выходить, если случился пожар, на лестницу и посмотреть, что там. Правильно. А если ты находишься в квартире, что нужно делать с дверью, например? Надо дверь, взять длинное полотенце, намолчить. Закрыть ее для начала? Да, да, закрыть и щель мокрым полотенцем заткнуть. Правильно, чтобы дыль не проникала в квартиру. Да. И что еще нужно сделать? Если нету телефона, то... Давай начнем сначала с того, если есть телефон, то что нужно? То надо позвонить по номеру либо 101, либо 112. Умничка. Если нету там телефона, значит, надо выйти на балкон и со всей силы кричать «Пожар!». Молодец, ты все очень подробно запомнил, Ярослав. Большой молодец, поэтому три фишки ты однозначно зарабатываешь. Даша, а для тебя вопрос из второго соревновательного дня. Если вы понимаете, что у соседей пожар, какие действия надо предпринять? Если у соседей пожар, и он проникает к тебе в дверь, в первую очередь надо сказать об этом взрослым. Потом, если есть дым, то надо закрыть дверь и мокрую тряпку закрыть щели. Мокрой тряпкой закрыть щели. Так. А если нету на лестничной площадке дыма? То спускайтесь вниз. Да, быстро мчаться на улицу, на свежий воздух. Если есть телефон... Надо позвонить по телефону 101 или 112. Конечно. Ну и, конечно, звать взрослых. Если нет родителей, то других посторонних людей в окошко, на улице. Правильно, Даша, ты тоже все вспомнила. Молодец. Ребята, очень рада я, что вы запомнили то, о чем говорила тетя Маша. Потому что это действительно необходимые знания в таких ситуациях. Итак, следующий третий вопрос, Ярослав, будет адресован тебе. Пожар случился в подвале вашего дома. Ваши действия? Сначала сообщить взрослым. Потом, если нету на лестничной клетке, быстро выбежать на улицу. И там ждать пожарных. Ждать помощи. Да. И позвонить. Возникнет у тебя такое любопытство, ты захочешь посмотреть, что там происходит в подвале. Будешь спускаться? Я спускаться не буду, потому что это запрещается, и это может даже, это, можешь умереть там. Конечно, от угарного газа. Скажи, пожалуйста, Ярослав, а можно ли самостоятельно тушить пожар? Нельзя, потому что к тебе может прикоснуться огонь или попасть дым. И ты не сможешь дышать. Правильно, Ярослав, молодец. Молодец. Очень я довольна твоим ответом. Держи еще три фишки. Оп. Ну и последний вопрос. Для тебя, Дарья. Как надо действовать в любой экстренной ситуации? В любой экстренной. Будь то пожар, потоп, наводнение, все что угодно. Что нужно делать в первую очередь, как ты считаешь? Не паниковать. Да, сохранять спокойствие. Верно. Ну и, конечно же, в таких, в экстренных ситуациях, палочкой-выручалочкой всегда могут быть два номера телефона. 101 и 112. Куда мы звоним по этим номерам? Пожарным или в милицию. 101 и 112 – это номер телефона МЧС. Так, запоминаем? Угу. Хорошо, Даш, ты тоже справилась. Молодец. Вспомнили все, что говорила тетя Маша. Ой, довольна я вашими ответами. Давайте-ка считать, сколько фишек сегодня заработали. Нам же надо вывести уже общее количество за 4 игровых дня. 12. Так. У меня 18. Отлично. Итого, ребята, боролись мы с вами, боролись 4 дня. И в итоге победителем абсолютным у нас становится Ярослав. Он выиграл 78 фишек. Немножко отстала от Ярослава Дарья. У тебя 55 фишек. Но, ребята, знаете, самое главное в жизни – это безопасность. Это даже и не победа в передаче, не подарки, которые я сейчас вам уже вручу. Дашуль, это тебе. Держи. Спасибо. Я вас поздравляю. Победитель и Ярослав, и Даша. Я вас поздравляю. И хочу сказать, что главное, ребята, это безопасность ваша и тех, кто с вами рядом находится. А после наших передач, я думаю, что вы о безопасности будете знать намного больше. Вот я желаю вам успеха. И прощаюсь с вами, и жду встречи с нашими новыми участниками в стране безопасности. Всего хорошего и до встречи. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова